С вами были Илья Барняков и Михаил Новоселов. До новых встреч. Всем привет, я инженер пресейл компании IT Global Илья Барняков. В прошлом видео мы начали разговор о совместной архитектуре NetApp и CISCO под названием FlexPod. Показали SHD NetApp FF800, разобрали аппаратные компоненты и ввели в эксплуатацию на нашей московской площадке в датаспейсе. Это видео будет посвящено второй составляющей FlexPod серверному и сетевому оборудованию компании CISCO. Напомним, что основная цель альянса CISCO и NetApp – это предоставление готовых, проверенных комбинаций оборудования для функционирования необходимого программного обеспечения. В нашем случае это BMW. Начатка IT Global построена по принципу FlexPod Data Center и базируется на blade-феререрах CISCO UCS, Ethernet-коммутаторах CISCO Nexus и SHD NetApp FF. Blade-решение CISCO под названием Minified Computing System UCS достаточно сильно отличается от конкурентов, поэтому давайте расскажем об этом подробнее. Основное отличие лежит в организации сетевой архитектуры – это именно та часть CISCO UCS, которая заметна уже на моменте монтажа в стойку. Традиционный и классический подход конкурентных blade-решений следующий. У вас есть большое blade-шасси, в него устанавливается N-ное количество свечей – FC, Ethernet, отдельная группа коммутаторов агрегации, точно также FC-фабрики, 10-40 гигабит Ethernet, отдельные менеджмент-сети. Все это подразумевает достаточное количество линков между собой, кроме того, огромное количество точек управления, которые надо поддерживать, обновлять и настраивать отдельно. Компания CISCO предлагает другой подход на базе унифицированной фабрики. Во-первых, в шасси не устанавливаются коммутаторы вовсе. Всю коммутацию осуществляет центральная пара коммутаторов фабрики – CISCO UCS фабрики интерконнекты. В нашем случае последнего поколения – 6454 – это мозг и сердце всей системы. Во-вторых, эта же пара фабрик интерконнектов является единой точкой управления всей инфраструктурой. Но обо всем по порядку. Fi64-54 – это по факту аппарат на Nexus, но со своим ПО. 48 10-25 гигабитных Ethernet-портов, первые 8 из которых можно переопределить как Fiber Channel 32 гигабита, если вы до сих пор фанат классических Sun-SHD. Остальные порты используются для подключения Blade-шасси, а последние 6 100 гигабитных интерфейсов – как оплинки. Что же касается подключения корзин шасси 5108 к фабрике интерконнектам, то это всегда унифицированный транспорт. Текущие корзины у нас подключены 10 гигабитными Ethernet-линками, а новые планируем уже на 25 гигабитах. Одна пара фабрик интерконнектов поддерживает до 20 шасси. С их обзором нам поможет старший инженер Михаил Новоселов. Всем привет! Blade-шасси 5108 – единственное в портфолио Cisco UCS и остается неизменным с 2008 года. Занимает 6 юнитов и позволяет восстановить 8 Blade-серверов B200M5 половинчатой ширины, о которых мы поговорим подробнее далее. Четыре блока питания по 2,5 кВт с резервированием по схеме N плюс N, 8 вентиляторов, охлаждение спереди-назад, вся поверхность шасси сзади является воздухопроводной, что обеспечивает лучшие в классе показатели по теплодиведению. В шасси также устанавливается пара так называемых фабрик экстендеров или фексов. У нас это IOM 2408, 8 портов по 25 гигабита. Еще раз скажу, что это не коммутаторы, это выносная линейная плата по отношению к фабрик интерконнекту. Таким образом, получается, что все 20 шасси до 160 серверов подключены в единую матрицу коммутации. Это дает нам минимальные значения latency. Физический сервер в одной корзине будет пинговать сервер в другом конце стоек, в другой корзине в один хоп. Как уже говорилось, фабрик экстендера является единой точкой управления всей нашей инфраструктурой через Cisco UCS Manager. Сервера, шасси, фексы, фабрик экстендеры – все это единый объект для управления. Мы не мыслим настройкой каждого отдельного физического сервера. Все параметры, начиная от прошивки, версии BIOS, параметров RAID, количество и типов сетевых интерфейсов, MAC-адреса, IP-адреса, VLAN, бутуны, с которых должен подняться хост – все это по факту упаковывается в один XML файл только с графическим видом на базе UCS Manager. После этого привязывается к ферме серверов. Все это позволяет нам максимально ускорить ввод в эксплуатацию новых ресурсов. К нам приехало 24 сервера, на которые нам надо установить ESXi. Мы один раз создадим сервисный профиль, привяжем его ко всем необходимым серверам и получим готовый набор ресурсов. Задача масштабирования в будущем будет решаться еще проще. Добавив, например, одну корзину, UCS Manager может просто применить выбранный сервисный профиль по умолчанию. Все переменные параметры он получит из доступных пуллов, MAC и IP-адресов. Перейдем к самим B-серверам. В последней поставке к нам пришли B200M5 с последними процессорами Intel Scalable 2-го поколения. Половинный форм-фактор позволяет установить до 8 таких серверов в одно 6-юнитовое шасси. В своей инфраструктуре мы используем, наверное, самые интересные процессора для двух сокетных серверов – Intel Gold 6248R. На каждый приходится по 24 ядра с высокой базовой тактовой частотой в 3 ГГц. Итого 48 ядер на Blade или 384 ядра на корзину. 24 слота памяти до 1 ТБ на процессор с частотой 2933 МГц. Под гипервизор ESXi мы используем модуль FlexFlash – 2 SD-карты объемом 32 ГБ с зеркалированием. Для решений на базе Microsoft можно выбрать модуль на два саташных SSD диска в формате M.2. Также спереди возможно установить два 2,5-дюймовых hot-swap накопителя, будь то классические SAS, HD, SSD и даже NVMe. В качестве сетевой карты у нас идет Cisco WIC – Cisco Virtual Interface Card, что дает нам получить 40 Гбит агрегированные полосы пропускания на хвост, порт-ченел из двух десяток в сторону фабрики А и столько же в сторону фабрики Б. Вообще Cisco WIC – это гордость компании Cisco – уникальный виртуализируемый сетевой адаптер, который управляет, ускоряет и объединяет фабрику и вычислительные ресурсы. Вы просто создаете столько виртуальных сетевых и HBA-адаптеров, сколько вам необходимо. На уровне операционной системы они будут видны как отдельные физические интерфейсы. Возможно даже прокинуть отдельный VNIC напрямую в виртуальную машину. Но настало время перейти от теории к практике. Сейчас я покажу, насколько это действительно просто и быстро запустить 24 сервера, с помощью Cisco WICS менеджера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok При обнаружении новых устройств происходит автообновление IOM-модулей до версии Cisco UCS-менеджера. Сейчас перезагружаются оба IOM-а, поэтому шасси и сами IOM-ы недоступны. Как только они поднимутся, шасси поменяют отображаемый статус. Модули поднялись, управление шасси восстановлено. Выполняется дискавер установленных байдов. Сервера задискаверились, пока что они находятся в состоянии unassociated. Перед тем, как приступить к их настройке, проверим комплектацию. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Для начала создадим новый пул ресурсов и добавим в него наши сервера. Перейдем к описанию шаблона логической конфигурации серверов. Делается это средствами создания сервис профайл темплейт, в котором мы перечисляем ранее объявленные пулы и политики. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Также со стороны физического сервера мы можем посмотреть какой профиль на него был назначен. Подождем пока завершится ассоциация, сервер обновятся на заданные прошивки и применятся описанные нами конфигурационные настройки. Наблюдать за процессом обновления компонентов можно через соответствующую вкладку. Активация происходит параллельно, сразу на всех серверах. Субтитры сделал DimaTorzok Ассоциация с сервисным профилем завершена. Все алерты ушли и мы можем запустить KVM консоль для установки операционной системы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...